И так, ну что ж, арияру, мои маленькие любители, покушайте всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт с модом Крейт. Вам не передать словами, как я рад сюда вернуться после долгого перерыва. Казалось бы, у вас всё нормально, видео выходит каждую неделю, но между съёмками произошла достаточно большая пауза в несколько недель, из которых несколько недель я был в командировке, и вот сюда вот я возвращаюсь, и совершенно не помню, что здесь происходит, что здесь должно происходить, и что здесь будет происходить. За кадром, как я всегда об этом говорю, произошли кое-какие изменения. В частности, я доделал вот эту вот часть, я, по-моему, здесь остановился на том, что мы с вами успешно сделали индукционную плавильню, сюда мы договорились с вами кидать серебро в автоматическом режиме с помощью рук. Для того, чтобы это серебро у нас теперь полностью туда успешно поступало, я сделал автоматизацию этих серебряных слитков посредством того, что теперь у нас серебряные монеты поступают в обожжённый птигель, который питается благодаря лаве, который у нас вон там по проводам идёт и успешно сюда поступает. Когда же мы решили проблему с серебряными слитками, осталось лишь решить вопрос с тем, как получать те необходимые механизмы точности, которые мы здесь и хотели получать. Для того, чтобы они получались, я здесь за кадром скрафтил индукционную плавильню, уже сюда подвёл, получается, индуктивные механизмы и те слитки, которые мы получаем в ходе вот этой вот всей обработки. И у нас, получается, индукционные механизмы здесь плюс эндериумные слитки. Я уже тут подготовил все ресурсы для того, чтобы запитывать все наши механизмы при помощи лавы, ведь лавы скоро у нас станет просто очень-очень много. И всё благодаря вот этим вот загадочным механизмам, которые мы с вами берём и тем самым почти завершаем главу с катарсисом. Осталось лишь только скрафтить эндериумную машину. Я думаю, это будет несложно. Эндер жемчуг и обсидиан. В принципе, достаточно всё легко. Жемчуг плюс обсидиан эндер корпус и эндериумная машина. Тем самым мы завершаем полностью с вами вот эту вот ветку третьей главы. И в этой серии мы начнём, постараемся, по крайней мере, начать четвёртую, но что из этого выйдет, мы узнаем только в этой серии. Так, забираем необходимые на бонусы. Значит, мы можем с вами ещё, получается, скрафтить эндериумную машину. По идее, ещё одну, но об этом попозже. Из этих машин что мы можем сделать? На столе кузнеца портальный контроллер, то есть мы с вами сможем делать порталы. И вот об этой системе я говорил. С помощью жидкостных баков из машин я смогу получать бесконечные резервуары с жидкостью, которая нам необходима. И совмещая вот эту вот систему из ада с вот этой системой, мы с вами сможем полностью и бесповоротно выкачивать тонны лавы, которые у нас там есть. И этим мы, пожалуй, сейчас и займёмся. А также вот то, что было очень сильно мне необходимо, эндер-сундуки. И это всё нам просто открывается благодаря этой главы, чему я очень сильно рад. Но, как я и говорю, на это просто нужно тонны ресурсов. И получается, жидкостные резервуары мы с вами делаем. Сделал я их предварительно две штуки, именно потому что мне их нужно было две штуки. Сейчас, по-хорошему, мне нужен какой-нибудь красный краситель. Только где его найти? Для того, чтобы обозначать именно цвета этих резервуаров. Ну, тут у нас очень много мака, так что давай его пособираем. Вот, всё, шесть мака как раз для эндер-резервуаров. То есть я их здесь размещаю. И теперь вот эти вот ячеечки, которые у них сверху, нужно покрасить в красный цвет. Для того, чтобы этот резервуар был непосредственно связан с вот этим резервуаром. А тот, кто посчитает, сколько раз за эту серию я сказал слово резервуар, получит печеньку. Получается, первую ёмкость я хочу разместить именно вот в этой части. То есть, получается, мне нужно её где-нибудь вот здесь вот разместить, так, чтобы она питала три вот этих наших двигателя. Для этого мне нужно произвести тут, конечно же, раскопочки небольшие. Получается, я здесь все генераторы заменил на магмовые. И трубу я к ним подвёл. Получается, у нас единая труба выходит вот сюда. Теперь мне нужно сделать так, чтобы это всё у нас запитывалось и выкачивалось. Так, выкачка, получается, настроена. И размещаю я здесь наш эндер-бак. У него здесь есть, получается, из органов управления только вертелка и настройки для того, чтобы несколько эндер-резервуаров у нас законнекчивались. Теперь мне, получается, вторую эндер-жидкость тоже нужно разместить, только на этот раз в воду. Вот, получается, у нас то самое место, где мы до этого выкачивали лаву, где я делал это всё вручную. Сейчас это можно потихонечку начинать сносить, за исключением нашей механической помпы, шкива. И эту вся часть я, получается, подключаю к нашему резервуару. Теперь же мне нужно сделать так, чтобы это всё приводилось в движение. Пока что у нас это приводится в движение благодаря чисто потокам воздуха, что дико неэффективно, но работает. И теперь, благодаря тому, что у нас всё это сейчас подключилось, всё это создалось, и всё это начало, по идее, заполняться. И, как мы можем видеть, лава у нас сюда пошла, и, получается, вентиль синий должен быть направлен вверх для того, чтобы у нас заполнялся наш резервуар, если я всё правильно понимаю. Так, и насчёт вентиля это ещё странный момент, нужно будет это ещё подумать. Но главное, он пошёл заполняться, правда, очень-очень сильно медленно. Пускай очень сильно медленно заполняется, а мы пока разберёмся с той частью системы, которая у нас находится в нашем мире. У нас лава появилась. То есть, получается, когда синий направлен вверх, у нас эндер резервуар принимает, а когда красный вверх направлен, он отдаёт из себя жидкость. И, таким образом, у нас магмовые генераторы, которые размещены под фотогенными облучателями, полностью успешно запитались, и они полностью успешно функционируют в нужном нам объёме, и у нас, получается, вся эта система снова возобновила свою работу. Также мне нужно сейчас вот этот вот стерлинг-генератор заменить, и также мне нужно будет сейчас вот здесь вот подвести трубы для того, чтобы это всё продолжало функционировать в нужном нам объёме. Но сейчас это должно произойти более чем быстро. По идее, готово. Мне пришлось даже немножечко здесь поток усилить, которые возникают в системе. Но главное, что у нас эти загадочные механизмы теперь производятся. Лава, конечно же, сюда дошла без особых проблем, и всё готово. Получается поток лавы, который у нас здесь создаётся, и возникает у нас, в принципе, достаточно. И я вижу то, что наш резервуар заполняется даже более, чем нам нужно. Я не ожидал такого результата, и не ожидал, что так будет, но это очень хорошо, что оно так есть. Я думал, что будет гораздо хуже, и мне придётся создавать какие-то другие виды механизмов. Но, в принципе, хорошо, что у нас таким всё чудесным образом получается. Давайте же тогда сделаем последнее, что я хотел бы здесь сделать, касательно всего этого безобразия, которое у нас здесь происходит. Это создание системы эндер-сундуков. Пока что их два я сделаю здесь. Так, их нужно покрасить, и покрасить я хочу в серебряный цвет, и мне нужно как-то сделать серый краситель. Никогда не думал, что мне придётся заниматься дневчатоподобным, бегать просто по земле и искать себе цветочки. Думал, времена, когда я изучал мод Ботания, давным-давно прошли, но оказывается, что нет. Красители есть, сундуки я тоже у нас перекрасил. Теперь мне, получается, нужно вот этот вот сундук, который у нас заполнен серебром, заменить на эндер-сундук. В него серебро успешно складируется, не очень быстро, но, в принципе, больше скорость нам не нужна, ведь у нас скорость упирается именно вот в этой вот части, где производятся у нас эти самые цветочки. Ну, да и ладно, в принципе. Главное, чтобы у нас сейчас, получается, вот в эту систему, с помощью воронки, которой у меня нет, поступали эти самые слитки. Это сделать более чем легко. Мы ставим вороночку, сундук эндера с серебряными слитками, и успешно это все у нас сначала поступает в воронку, а только потом в эдукционную плавильню. С этим мы решили, и получается, все, эта система полностью автоматизирована, полностью работает, и вообще наше участие здесь не нужно. Благодаря тому, что мы изучили с вами эндер-штуки, эндер-системы, и получается, вообще без проблем, мы можем вместе с вами уйти за этой базой, и сделать здесь некую систему телепортов, ведь все то, что здесь вращается, очень сильно бьет по системе, и очень сильно приседает фпс, из-за чего даже играть становится, в принципе, некомфортно. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, как только я найду более лучшее место для базы. Надо бы по-хорошему еще сделать так, чтобы из индукционной плавильни у нас ресурсы поступали в драйвер, но ладно, это не так, чтобы принципиально и важно. Главное, что мы сейчас вместе с вами можем начать четвертую главу. Но получается здесь нужно будет создать печатный кремний. Я так понимаю, у нас таким образом система постепенно, плавно подводит к тому, чтобы создать удобную систему из Applied Energistics. Получается, нам сейчас доступно очень много квестов разнообразных. Здесь нам рекомендуется создать способ добычи большое количество РФ-энергии. Но учитывая то, что я сделал здесь бесконечный резервуар с лавой, бесконечные магмовые генераторы, проблем с РФ я здесь не наблюдаю. Также, как я понимаю, вот эта вся система по производству лавы нам по факту здесь не нужна, и по факту только нагружают нашу систему. Но носить ее пока что не буду, пускай работает. Зачем ломать то, что уже работает? То есть с одним квестом мы уже с вами успешно справились. Центральную роль в этом веке технологии играет алхимический лазер. И нам предлагается как-то посмотреть, как он работает. Но об этом, пожалуй, потом, когда мы до него дойдем. Современный генератор булыжника, то есть нам еще лучше генератор булыжника дадут. Нам сейчас рекомендуют здесь создать способ, по которому мы будем генерировать с вами базальт. Ну, достаточно легко, нам нужен вулканический пресс, синий лед, что самое сложное, и почва душ. То есть ты мне сейчас, игра, предлагаешь отправиться на поиски синего льда. Класс, спасибо. Для этого мне также понадобится сейчас заняться зачарованием, наверное, потому что понадобится, как ни странно, шелковое касание. Да, неприятно, конечно. Ну ладно. Синий лед так синий лед. Опа. Здравствуйте. Шелковое касание. Достаточно много я здесь уровня себе убил для того, чтобы все-таки зачароваться, но главное, что зачарование прошло более чем успешно. Я, в принципе, уже готов к поискам, и получается мы с вами встретимся, как только я найду то, что мне необходимо. И после небольшого приключения, длиной несколько часов, я добыл необходимое количество льда, как мне кажется, даже с запасом. Главное, самое сложное было найти, в принципе, это место. И хорошо, что биом с плотным льдом было недалеко от меня, я сбегал сюда, добыл немножечко льда плотного, который я смогу превратить в синий лед, который нам так необходим. Получается, ты вещь мы крафтим, даже больше, чем нам необходимо. И пока он будет храниться у нас вот здесь вот. Теперь же мне, получается, нужно будет для базальта еще сгонять в ад, для того, чтобы добыть немножечко почвы душ. Ведь у меня... А, не нужно будет, у меня здесь почва душ есть успешно. Осталось ли мне только сделать генератор базальта благодаря вулканическому прессу, который крафтится из сынковой машины. А знаете, еще о чем я подумал? То, что по-хорошему, мне и сюда нужно будет разместить вот эту систему с лавой. То есть мне нужно будет еще один, по идее, резервуар сделать, для того, чтобы вот в эту нашу систему, где создаются у нас инфернальные механизмы, уступала лава. Я это, конечно же, сделаю, но чуточку попозже за кадром, ведь это не такая уже важная деталь, но ее необходимо было бы сделать. Но я боюсь, в таком варианте мы точно упроемся в количество лавы, которую мы с вами выкачиваем. Ну ладно, об этом мы подумаем как-нибудь в другой раз. И ты дышишь, вулканический пресс готов. Теперь мне нужен синий лед, почва душ и ведро лавы. Надеюсь, что могу отсюда забирать. Конечно же могу, это очень замечательно. Теперь нужно подумать, где я буду все это размещать. По-хорошему, мне хотелось бы подальше от этого места. Как бы и подальше, но и с другой стороны и поближе, ведь туда-сюда бегать не особо-то и мне и хочется. Но с другой стороны, как бы у нас есть порталы. Так что ладно, очень сложный такой момент. Мне нужно поскорее разобраться с технологией создания порталов. Тогда у нас точно все будет хорошо. Пока что давайте недалеко вот здесь будем размещать всю эту систему. Почва душ, гидро лавы, синий лед и получается у нас здесь базальт. Все-таки, я думаю, именно сразу нам нужно будет делать так, чтобы у нас все это размещалось подальше отсюда. Я думаю, это очень хороший план. Сразу не экономим время переезжать отсюда. Если нам понадобятся вещи, думаю, ничего страшного, будет за ним сбегать. Если что, придется сбегать. Также, если что, я смогу переправлять все необходимые мне предметы и ресурсы благодаря нашей беспроводной системе. Также, где-то в равнинах я буду это все размещать. Здесь у нас, конечно, горы, это не очень хорошо, но вот это вот место, мне кажется, очень даже идеально подходит для всех наших нужд. Мы находимся на достаточном удалении от того места, чтобы не вызывать лишних лагов у нас. И я думаю, это очень даже приятно для этого места. Так что, поэтому, давайте где-нибудь здесь на возвышении это все начинайте делать. И все. Базальт у нас начал производиться, как только мы поместили все необходимые предметы рядом. Теперь же, получается, я хочу сделать так, чтобы у нас все эти предметы попадали в какую-нибудь емкость. Для этого подойдут отлично латунные вороночки, я думаю. В какую сторону только будем решаться? Давайте пока что туда. Драйвер теперь успешно здесь работает, функционирует. И предметы успешно сюда попадают. Автоматическую систему по созданию базальта мы с вами сделали. Дальше нам нужно сделать флюксовую зарядку. Я попытался несколько раз перечитать данный текст, и все равно ничего не понимаю, так что, как-то нибудь потом, нам нужно дальше создать какой-то осколок базальта, который получается, если потоковый магнит заряженный, и любое количество базальта прогнать через алхимический лазер. Кого? Куда? Алхимический лазер? Осколок базальта? Что это вообще все? Ладно. Я попытался тут разобраться, то есть, мне кажется, сам перевод, не зная, что ему необходимо, потоковый магнит должен, получается, заряжаться через верстак мастеров, то есть, нам нужно как-то создать верстак мастеров, это пока что подождет, ладно, хорошо, пока что с этой линейкой квестов как-нибудь потом, я понял, что это как-то сложно, это требует большего изучения и разбирательства с этим. Пока что, давайте разберемся с древесиной, мне кажется, это будет гораздо легче. Ну вот, нужна поставка древесины, вполне легкий квест, допустим, дерево я найду, потом нам нужно сделать так, если я все правильно понимаю, чтобы у нас было большое количество древесного угля, но у меня там есть система как бы парализации, то есть, система, которая создает у нас автоматически этот древесный уголь, и его, получается, я должен буду попоставлять вон туда, в нашу ту систему новую, это можно легко сделать с помощью сундуков, я просто хочу посмотреть, куда приведет нас линейка квестов, я так понимаю, я просто обогнал время, и когда сделал вот эту вот систему с автоматическим созданием гигантского количества угля, а вот, есть первый парализер, а есть второй, и нам нужно, получается, создать систему, которая бы перерабатывала обычный наш уголь, или древесный уголь, фоксовый уголь, плюс смолу, ага, допустим, также мы можем получать угленный сок, но почему-то угленный сок вообще не переведен, но, как я понимаю, его я могу использовать как альтернативный топливный ресурс, кто от меня хотят, я не особо понимаю, что происходит, получается, из древесины я могу получать два угля в этом пиролизере вместо одного, хорошо, это без проблем, но у нас, так как гигантское количество, в принципе, угля, это нам не так необходимо, и мы можем идти один к одному благодаря печкам, из древесного угля нас просят создавать фоксовый уголь, и при этом мы будем получать криазотовое масло, это криазотовое масло где-то используется у нас, как я погляжу, нигде, а, его можно залить в фонари, я так понимаю, это масло будет как-то в этих фонарях гореть, также можно создать это ведро, то есть должны создать пиролизер, пиролизере мы будем получать коксовый уголь, и коксовый уголь у нас должен идти куда-то дальше, при том, что коксовое масло у нас будет уничтожаться в аннуляторе, в принципе, это достаточно легко, я думаю, сейчас это быстро можно будет сделать, только нужно будет не забыть создать сейчас систему, по которому у нас будет переходить наш уголь, так получается, эндер сундук с углем у нас есть, он настроен на черный цвет, теперь мне нужно создать пиролизер, а желательно несколько штучек, для него создание нужны сигналовые слитки, они в свою очередь делаются из расплавленного редстоуна, серебра и меди, хорошо, что у нас редстоун успешно плавится в обычных условиях благодаря лаве, и у нас тогда с этим проблем вообще не будет, получается, сигналом я здесь создал, он успешно пережарился, и я могу без проблем заливать его в форму для шестеренок, для того, чтобы сразу получать наши необходимые шестереночки, и все остальное у нас в принципе уже достаточно готово, и мы смогли бы это все уже давным-давно сделать, пиролизер мы с вами создаем, и пойдемте же выяснять, что это такое и с чем его едят, тоже где-нибудь его не знаю, вот допустим, вот здесь вот буду размещать, опять-таки пока что приблизительно, поскольку точных размеров у меня никогда нет и никогда не будет, здесь стоит генератор, на нем пиролизер, здесь стоит наш эндер-сундук, по идее здесь должна быть воронка, где-нибудь вот здесь вот у нас стоит эндер-резервуар, из которого жидкость должна автоматически попадать в магмовый генератор, но пока что не попадает, ладно, ничего страшного, главное мы здесь сейчас берем уголь и смотрим, как это долго все делается до безобразия, офигеть, ладно, сейчас делается и посмотрим, также я здесь себе уже изготовил аннулятор, я надеюсь, это будет успешно у нас работать, как я погляжу, мне понадобится здесь не один пиролизер, если я все хочу здесь успешно делать, ну ладно, ничего страшного, сейчас мы это все с вами решим, коксовый уголь я сделал и тем самым коксовый сок я собрал, пиролизер готов, контролируемые размеры, дальше нам нужно сделать так, чтобы наш коксовый уголь проходил сначала в воду, потом его нужно разрезать пилой и повторить это нужно два раза для того, чтобы мы получали с вами кусочки коксового угля, я чувствую, что это займет больше времени, чем мне хотелось бы и потребует гораздо больше усилий, чем я мог бы себе позволить, мне потребуется здесь создать гигантскую ветряную мельницу для того, чтобы питать все наши трубы и чтобы все это успешно работало и мы обязательно это с вами сделаем, но уже в следующей серии, когда же у меня будет более широкое представление об этом всем происходящем, когда же я более погружусь в эту тему и как все это делать, ну и тогда в таком случае на этом все, всем спасибо, что смотрели, у микрофона был, как всегда, ваш покорослуга Мамору, еще услышемся!